Обещанного ждут 9 лет. В Казахстане не выполнен план по производству отечественной мебели. Ранее местные отраслевики ставили задачу заполнить своим товаром больше половины внутреннего рынка. На деле же все оказалось прозаично. При этом в профильной ассоциации уверяют, потенциал есть, подводит лишь интерес покупателей. Все, что делается в мире, наши производственные предприятия имеют возможность изготовить. Вопрос, конечно, стоит в том, кто будет это покупать. Доля импорта на местном рынке доходит почти до 80%. И дело тут не только в качестве. Отечественная мебель не хуже зарубежных аналогов. Хотя бы потому, что в ее производстве наши предприятия используют те же комплектующие, что и европейские компании. Работаем с Европой. Только европейские продукты попадают под евростандарты. И мы их применяем в использовании. Мы их применяем для создания нашей мебели. Для производства корпусной и мягкой мебели казахстанским предприятиям необходимо закупать практически весь материал за рубежом. В силу природных обстоятельств в Казахстане нет основного и самого важного при создании мебели – производств по выпуску плитного материала. Да, мы эту проблему понимаем. Сейчас у нас есть отдельный проект, инициированный крупной казахстанской компанией по рассмотрению возможности производства на территории Республики Казахстан плитного материала. На казахстанском рынке мебели по факту хозяевами чувствуют себя импортеры. И причина не только в отсутствии сырья. Производственники уступают и по другим направлениям. Что так сильно влияет на отечественную мебельную промышленность? Почему итальянские комоды раскупаются в разы быстрее, чем казахстанские? И в чем же все-таки основное отличие между нашим и импортным? Цена или качество расскажем в программе «Промышленность». Часть Талматинских квартир, обставленной мебелью, создана здесь, в этом цеху. Компания работает стопроцентно на импортном сырье и производит кухонные гарнитуры, столы, мягкую мебель по индивидуальным заказам. За внутренний рынок ей не приходится бороться с импортерами. Ниши разные. Казахстанские производители мебели выбирают два пути в работе. Либо создают товар по дизайну заказчика, либо по своему. Во втором случае приходится сложнее, потому как необходимо учитывать современные тенденции, а их, как ни крути, диктуют европейские страны. Не мы. В 2018 году статистически мы по кухням, например, держали такой паритет 62-65% было казахстанского производства, но оставшийся это был импорт. В этом году мы чуть-чуть просели. 48% уже местного производства, остальное это изменения, это мода. Люди видят новые тренды, новые какие-то пожелания. А убежные поставщики, они более-менее как бы мобильные, ближе, скажем так, к той же Италии, где там, скажем, центр моды на мебель. Бизнесмен, работающий в сфере производства мебели и деревообработки, убеждают, что это направление промышленности может стать одним из самых динамичных в Казахстане. Страна обладает серьезными запасами промышленной древесины, а значит, промышленность можно развить. И они действительно могут оказаться в числе лидеров по темпам, но по данным Каната и Браева, крупных производителей мебели в Казахстане нет. У отрасли представляют всего 9 средних предприятий, при том, что компаний зарегистрировано больше 1300. У нас в Казахстане производства плитного материала на данный момент отсутствует. То есть это ДСП, ДВП плиты, соответственно, есть производства по их ламинации, есть отдельные предприятия у нас сейчас прорабатывают по фурнитуре, но именно самого плитного материала в Казахстане нет. А это ключевая часть себестоимости любой мебельной продукции. Динамика отрасли дала основание внести мебельную и деревообрабатывающую промышленность в перечень наиболее конкурентоспособных отраслей казахстанской экономики. При анализе перспектив кластерного развития ей было отведено место рядом с приоритетной десяткой. Но очевидно, что корень проблем не только внутри самой мебельной отрасли республики. Как ни грустно, но проблема не только в якобы недоступных кредитах и закрытых границах для перемещения товаров хромает у производителей мебели маркетинг, говорят специалисты. Достаточно просто задать себе вопрос, какие казахстанские бренды в этой отрасли мы знаем. На ум придут один-два варианта. Поэтому производители, не развивающие вместе с производственной базой, имя в конечном счете сходят со сцены. Выжить они могут лишь за счет индивидуального подхода к клиенту или за счет собственных оригинальных разработок. Мы уже изготавливали мебель и для Ельбаса, и для Путина, для кабинета премьер-министров, для зала мажлиса парламента. Как таковой договоренности с госорганами нету. Но скажу так, что правительство хорошо заказывает у нас. Тем более сейчас уже работает индустриальный сертификат, который дает право только местным производителям участвовать в тонерах. Дерево компания привозит из России и Турции. Механизмы и фурнитуру из Германии, Австрии, Италии. В год здесь выпускают 5000 межкомнатных дверей, 50 тысяч квадратных метров мебели. По словам директора компании, за 5 лет работы выяснилось, что отсутствие своего сырья – не единственная проблема, значительно влияющая на развитие отрасли. В первую очередь это кадры. Так как в Казахстане нету специализированных вузов, которые обучают именно на столярные изделия, на производство мебели. Вторая трудность – это у нас уже идет больше, наверное, доставка механизмов из-за рубежа. Держаться на плаву местным предприятиям помогает индустриальный сертификат, благодаря которому можно получать госзаказы на производство мебели. То есть, если в Экимате или же министерстве решат обставить свой кабинет, в приоритете у них будут отечественные мебельщики. Кроме того, в госорганах работает система KPI по доле местного содержания. В этом году она должна составлять 20%. Правда, не все отраслевики видят в этом плюсы. Все проходит через тендера. Все проходит прозрачно, но качество при этом никто не отслеживает. Да, ребята собрали ГОСТ, но кто сможет определить, действительно это ГОСТ или нет? Ну, то есть, принимающая сторона, она точно вам не скажет, правильно ли ребята собрали мебель или нет. Соответственно, используются дешевые материалы, используется дешевая фурнитура. Себестоимость продукции очень маленькая, качество очень низкое. Благодаря правилам в системе госзакупок объем производства отечественной мебели растет, но кардинально на промышленность это не влияет. Что касается диванов и гарнитуров для рядовых казахстанцев, то в этом сегменте приоритет по-прежнему отдается импортным поставщикам. В борьбе за своего клиента казахстанские компании создают свою мебель с ориентиром на зарубежных коллег. Изначально их привлекает дизайн, и после расспросов мы уже объясняем, что у нас мы используем кавказский бук, именно массив бука используется. То есть мебель из бука, она служит очень долго. Были случаи, когда спрашивали, может, это гипс используется. Мы изготавливаем из натурального кавказского бука. Белая мебель – это покрытие. Здесь используется двухкомпонент полимерный состав, там итальянского производства идет. В профильной ассоциации подсчитали на сегодняшний день казахстанской мебели на внутреннем рынке чуть меньше трети, что приносит прибыль в размере 38 миллиардов тенге в год. Львиная доля приходится на импорт. Основным, наверное, все-таки посылом является то, что мы делаем на довальческом серье. То есть у нас нет своего производства материалов. Тот же самый ЛДСП мы завозим с России. Тот же бук у нас не растет. И, соответственно, логистические затраты, различные дополнительные какие-то издержки – это ложится на ценовую политику. Ситуация с тотальным импортом должна была уже измениться. Шесть лет назад отраслевики обещали, что к 2020 году 60% всей продаваемой мебели будет выпущено здесь, в Казахстане. Но на деле доля на рынке стала еще меньше – порядка 30%. Мы давали эти обязательства тогда, это в 2014-2015 году было озвучено. Если были бы применены меры поддержки в те годы. Меры поддержки чуть-чуть запоздали, они вот пошли в 2018-2019 год. Я надеюсь, что через 2-3 года мы это достигнем. Но главное, как считают эксперты, в том, что на большинстве предприятий получили развитие за последние годы, по большому счету, одни и те же технологии при отсутствии специализации и внутриотраслевой кооперации. Ведь из более чем тысячи зарегистрированных мебельных фабрик в стране крупными и передовыми, а значит способными занимать хорошие позиции на рынке, названы всего около ста. При том, что сырьевую базу для них обеспечивают единицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова